В своем прошлом блоге я уже коротко говорил о визите Витора в их офис в Тель-Авиве. Это был очень интересный визит. Удалось посмотреть, как работает крупнейшая на сегодня в мире платформа публичного социального трейдинга, которая в полной мере реализовала идеологию автокопирования, причем не просто автокопирование, а исключила возможность злоупотребления деньгами клиентов, деньгами тех инвесторов, которые хотят копировать твои сделки, которые хотят идти за тобой, во-первых. Во-вторых, сделала публичным все, статистику, детально каждую сделку, состояние счетов, конечно, не в абсолютных цифрах, а в процентах и так далее, и так далее. На мой взгляд, это принципиально новое слово на рынке частных инвестиций. И очень радует, что многие другие крупные игроки уже двинулись в этом направлении. В частности, компания Finam реализует такую же открытую платформу под названием Common.ru. Я думаю, что сегодня, может быть, незаметно для нас на многих западных рынках возникает нечто подобное. Так или иначе, но тема автоследования в инвестициях очень актуальна для очень многих людей, которые, с одной стороны, хотят активно инвестировать, а с другой стороны, в силу своей профессии или в силу склада своей жизни, вовсе не хотят становиться профессиональными финансовыми экспертами, аналитиками, трейдерами и как бы попасть в некую зависимость от монитора, пусть даже на нем отражается прибыль. И возникает много вопросов, в том числе у наших зрителей, о том, как, собственно, работает идеология системы платформы E-Tura, идеология копирования. И кроме технических вопросов, как копировать, есть множество вопросов о том, исходя из каких принципов, в общем, должен действовать правильный, успешный, эффективный копировщик. Потому что копировщик, это, конечно же, не некто, ведомый за веревочку трейдерам. Это точно такой же полноценный инвестор, просто в качестве своих инструментов он использует не акции, не фьючерсы, не валютные пары, не криптовалюты, а других трейдеров. Вот именно об этом состоялся разговор и то небольшое интервью, которое представители E-Tura сделали со мной в бытность мою в Тель-Авиве. И так как, по сути, это интервью и стало довольно-таки развернутым ответом на вопросы об идеологии копирования сделок, мы включаем это интервью в мой трейдерский блок. Ну а заодно мы поговорили о потенциале мирового кризиса, о том, как могут развернуться рынки в 2020 году и о моей инвестиционной, громкое слово не люблю, стратегии, но как бы о моей инвестиционной модели, которую я считаю наиболее верным в краткосрочной перспективе. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Загальский, я являюсь аккаунт-менеджером в компании E-Tura. Сегодня у нас в гостях, в нашей студии, в нашем офисе в Тель-Авиве один из наших серьезных популярных инвесторов, кандидат экономических наук и главный редактор портала finversia.ru Ян Арт, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, рада вас видеть. Добро пожаловать в E-Tura. Я бы хотел начать вот с такого момента. У меня очень много клиентов спрашивает о том, кого же копировать, какие же популярные инвесторы, более консервативные и многое остальное. Просто для начала расскажите о вас. Сколько лет вы торгуете, какие рынки больше предпочитаете? Ну, торгую я примерно лет 12, так активно. Хотя интерес к этому процессу и разовые инвестиции возник еще в начале 90-х, по сути. Но вопрос, что реальный выход на трейдинг, который часть жизни ежедневной, состоялся вместе с интернетом, как у всего среднего класса мира. Потому что до этого средства были слишком малы, чтобы ради них, условно говоря, куда-то ехать, принимать какие-то решения, звонить и так далее. У меня есть работа, я ее люблю. И будь я долларовый миллиардер, я бы все равно ей занимался. Поэтому интернет вообще и сервис E-Tura в честности, он, по сути, реализовал вот эту мечту. Условно говоря, торговать быстро, не отвлекаясь от той работы, которую, повторяю, я люблю. То есть деньгами я ее не заменю в любом случае. Так что, в общем, 12 лет, и теперь я это делаю комфортно. Рад слышать. Ну, логично, 12 лет – это действительно срок. Но начиналось-то, в общем-то, все с чего? Как вы услышали об E-Tura? Почему вы выбрали именно нашу брокерскую компанию? Почему вы решили здесь открыть счет и вообще подать на популярного инвестора? Ну, E-Tura я знаю 11 лет, но как ни странно. В те времена это была очень маленькая компания, классические Форекс-пары. Но очень забавная была реализация, визуализация. Была в виде мультика. Ты открывал позицию, допустим, евро-доллар, и бежал такой дядюшка Сэм, и бежал какой-то европейский, значит, джентльмен. Очень смешная была визуализация. И в 2008-м, по-моему, в 2009-м годах у меня уже был небольшой аккаунт на E-Tura. Тогда был наряде компаний. И мне кажется, что, конечно же, взрыв E-Tura произошел, когда E-Tura реализовала концепцию социального публичного трейдинга. И с этого момента я прям, можно сказать, фанат E-Tura. Ясно. А что бы вы сказали самым главным, ну, скажем, критерием, по какому критерию следовало бы выбирать популярного инвестора? А чтобы копировать? Да, при копировании. О, это довольно сложно, потому что лично меня забавно, очень радует, как любого популярного инвестора, потому что это и выгодно, и это интересно. Естественно, приход копировщика. Но мне ужасно нравится, когда кто-то пришел и копирует меня на 10, 15, 20%. Иногда мечты находятся ближе, чем мы думаем. И главное – сделать шаг навстречу своей бизнес-мечте и реализовать ее. Льготный бизнес-кредит для женщин от банка «Центр Инвест». Ваше будущее – наша работа. Когда я вижу копировщик, который пришел и копирует меня на 98, если это не мой знакомый, который знает, как я чувствую, как я думаю, в каком я настроении нахожусь, такой копировщик меня лично пугает. Я думаю, что он пришел ненадолго. Я думаю, что он пришел попытаться сорвать удачу. Я вижу, как такие копировщики бегают от одного популярного к другому, заходят к нему на пике, при маленькой просадке уходят и везде собирают свои минус 3, минус 5. Это гениальная схема, они проходят по всему и говорят, что-то в E-Toro не так или что-то у этих трейдеров не так. Ну, ты сядь. Ну, давай уберем кнопку из-под задницы, чтобы тебе было удобно посидеть. Ну, посиди, ну, покопируй. И все-таки мне не нравятся люди, которые копируют на большую сумму. Поэтому я люблю копировщиков, приходящих на часть депозита. А что касается по каким критериям, мне кажется, говорить-то можно долго про критерии. Но универсальный совет один. Копировать надо того, по отношению к кому ты думаешь, что ваши взгляды, ваши временные горизонты и ваши цели совпадают. Это можно интуитивно нащупать. Ну, например, есть прекрасный трейдер, ставший самым популярным в E-Toro, Оливье Денгл. Если вы хотите сниженные риски, вы хотите устойчивый доход, у вас нет аппетита к потенциально бешеной прибыли, это ваш трейдер. Если вы прибежали на 2 года и хотите съехать, попытаться съехать на какой-то очень существенный доход, понятно, что это не ваш. Но не надо на него обижаться. То есть главный принцип подбора, посмотрите похожих. Второй момент. Я думаю, что идеальный копировщик – это тоже трейдер. Просто мы, популярные инвесторы, это его инструменты. То есть это не человек, который… Вот он не разбирается, а мы и разбираемся, и поэтому он… Да. Он тоже трейдер, просто он намет, работает. Соответственно, относится как к инструменту. И третий совет, на мой взгляд, опасный, когда человек, наоборот, копирует слишком много. Когда он набрал 40 популярных, потому что меня и Василия Оленика копировать, можно сказать одно – риски вы захеджировали целиком. Один из нас… У вас много где стратегии отличаются. По разным пластикам работают. Но вы прибыль не получите. Либо я, либо Вася будут в прибыли. Вы прибыль не получите. Поэтому третий совет – это не копировать слишком много. Не пытаться как бы оседлать вот 40 популярных инвесторов. 5, 6, 10. Я думаю, что это идеально для человека, который считает копирование своей главной стратегией. Да, полностью согласен. Я даже недавно видел на странице Яна Арта то, что… Ну, не то чтобы рекомендацию, а просто такое оговорку и наблюдение, что если вы планируете меня копировать, буквально цитирую, то чтобы это было не более 80% абсолютный максимум. И в этом действительно имеется логика. Я даже когда говорю со своими клиентами, не раз поднимал вопрос, вот когда мы занимаемся построением торгового портфолио, диверсификацией и минимизацией рисков. Какая-то минимальная часть должна идти очень маленькая на рискованные торговые инструменты, львиная доля на низкорисковые инструменты или низкорисковых популярных инвесторов или даже копи-портфолио. И какая-то часть на свободном балансе, как бэкапный капитал, чтобы всегда была какая-то сумма, которую вы готовы использовать в том случае, Это вот большая беда, когда копировщик на 100% с его депозитов сделка, а я, например, в данный момент, когда призрак кризиса, как призрак коммунизма, ходит по итору, в основном говоря, я 40% держу на заборе вне сделок. В случае кризиса мне есть чем воевать, копировщику, возможно, нечем. Поэтому я бы всегда советовал копировщикам не пытаться зайти на всю сумму. Деньги на инвестиционном счету – это не как в старой советской машине стиральной, когда выжимаешь вот такой вот, ну, последний. Ничего страшного, пусть процентов 20 пережит и сидит в засаде. Да, имеется в этом логика. И даже опять вас, наверное, процитирую по памяти кризис, в отличие от Германа, не приходит ровно в помощь. И, в общем, ну, хотелось бы услышать, наверное, в двух словах, может быть, там, на минуту-две, по поводу вашего настроения сегодняшнего, по поводу финансового рынка. Чего ждать в следующем году? Возможно, мой прогноз вызовет эмоцию и негодование, что слишком наглый, но мне кажется, что кризиса не будет точно в этом году. И я даже думаю, что вероятность перехода такого волатильного осеннего быковика по рынкам, вероятность перехода в ралли, не супер, может быть, мощной, но в ралли все-таки бычьи, очень высока. Тоже так кажется? Да. Я думаю, что вот это случится. Но с поправками на то, что завтра Трамп проснется, значит, что-то напишет про Китай, ему что-то ответит, и такая, второй момент вот какой. Я не уверен, что кризис наступит даже в следующем году. Возможно, изменилась сама природа кризисов. И вот это наше ожидание, что, вы знаете, ну, есть цикличность, есть кто-то вообще уверен, что это чуть ли не каждые 10 лет. Кто-то, кто поумнее, понимает, что разный отрезок, но цикличность есть. Да. Напоминаю одну штуку. 57-й, следующий кризис 73-й. Это вам не то, что 10-11 лет. Это, можно сказать, целая инвестиционная эпоха без всякого кризиса. И я предполагаю, что может оказаться, что призрак так и останется призраком. И вместо кризиса мы будем видеть коррекции и выпускание пара, как мы это видели, собственно, в феврале 2018 года. Это была мощнейшая коррекция, но это не было кризиса. И в этом случае весь 2020 год и трейдерам, и тем более аналитикам, придется как бы переосмысливать, что, по-моему, пора уходить от темы цикличности кризиса и от темы того, что он обязательно придет, потому что должен. Да, полностью согласен. Этого может и не произойти, потому что слишком... Ну, во-первых, мы находимся в очень-очень длительном... Очень-очень длительный срок экономического роста за последние даже полвека. Этот срок берет свое начало с 2008 года до 2019, это действительно очень долго. И все может обернуться и так, и эдак. Я здесь тоже думаю, ну как, это все может быть или буферизировано, или как-то нивелировано, или просто кризиса не будет. Или какая-то новая форма такого мягкого... Мягкой рецессии, условно говоря, такой японский вариант. Это, кстати, было бы худший для трейдера. Но, Вячеслав, вот ваш прогноз, что может и так, и эдак, мне кажется, вот он точно будет. Это когда у меня клиенты часто задают вопрос, особенно по поводу криптовалют. Мой ответ, он всегда заготовлен наперед буквально. Единственный профессиональный ответ, который вы можете получить, по-настоящему профессиональный, куда пойдет биткоин? Профессиональный ответ звучит так. Не знаю, понятия не имею, потому что этого, по сути, никто не знает. Потому что это решают люди, которые созваниваются по телефону, которые, в общем-то, управляют многими миллиардами долларов. Точно это не мы. И хотелось бы даже, кстати, ваше мнение услышать по поводу криптовалют. Что вы о них думаете? Ну, многие знают, что я, в общем, криптоскептик, и с такими, как сказать, филиппиками, в том числе на публичных мероприятиях, обрушился на криптовалюты. И часто говорят, вы не верите в криптовалюту в блокчейне. Я говорю, верю, я думаю, что это новая технология, очень интересные перспективы. А почему же вы тогда говорите о том, что вот вы предрекали падение и, кстати, угадали? Понимаете, вера в технологию и вера в ее биржевую цену – это две разные веры. У нас как-то путают. Я всегда привожу пример, который, как все сравнения, конечно, страдает однобокостью. Но у нас время короткое, поэтому приходится его. Условно говоря, технология Магноллиса помедила. Означает ли это, что БигМак постоянно растет? Нет, ни черта. Он примерно на одной цене. Он ходит в обнимку с этими, сколько он, допустим, 5 долларов, да? Я, слава богу, малый им БигМак. Соответственно, вот пример, когда технология стала глобальной, а единица продукции этой технологии вовсе не выросла в цене. И я хотел бы, чтобы люди оторвали в своем сознании, не то, что они обязательно мою мысль исповедуют, оторвали в сознание ценность и перспективность технологии с ценовым выражением этой технологии. Как раз-таки все, что в этом мире побеждает и становится глобальным, становится дешевым. Это универсальный принцип. Я думаю, что криптовалюты выступили сейчас в интересный период, когда они становятся нормальным биржевым инструментом. Вот не этой ракетой, да, со стрелкой и белкой, которые вознесут их куда-то, а нормальной. И к этому надо привыкнуть. И я думаю, что кто привыкнет, кто изменит вот эту парадигму, что это не ракета больше, на рынке криптовалют могут достичь незаметных успехов и интересного трейдера. Но я сам воздерживаюсь. Да, я знаю, вы воздерживаетесь, вы пытаетесь держаться как бы подальше, учитывая, конечно же, специфику. Вы в последнее время все больше и больше консервативно, осторожно торгуете. В общем-то, такая тенденция касается большинства популярных инвесторов сегодня. И хочу сказать то, что это очень хорошее настроение, то, что все больше и больше популярных инвесторов пытаются использовать самое узкое кредитное плечо или даже вообще от него отказываться. Самое очень хорошее. А, хорошее. С точки зрения ответственности. Да, да. С точки зрения ответственности, то, что пытаются минимизировать использование кредитного плеча и очень волатильных торговых инструментов, это хорошее настроение, потому что ведь вместе с ними торгуют гигантское множество наших клиентов. тут есть момент с одной стороны да тем более что всех популярных инвесторов и тора по крайне русскоязычной области готовили еще в школе и пионерию к принимали и говорили вот ты вырастешь станешь трейдером на и тора и будь готов к кризису и отвечать за товарищей поэтому и ответственные с другой стороны есть опасность популярного инвестору как бы стать таким кощей который над золотом чахнет который боится сна и он становится несоответствующим аппетитом поэтому я стараюсь конечно же больше 50 процентов портфеля держать без всяких плечей в классических акциях не обязательно глубоких фишках но все-таки в акциях без перекосов я ненавижу версию что вот эта компания завтра взлетит давай 10 процентов депозита я стараюсь чтобы в каждом одном не более одного но у меня есть несколько гонщик и эти гонщи это фьючерсы на индекс для меня лично для кого-то топливные фьючерсы я все-таки буду пытаться я думаю многие популярные а не сделать ответственность вот сверхценные идеи которые придавят все бетонным бетонный такой плитой и будет неинтересно будем пытаться все-таки так это сравнение интеллизионное в общем сидеть на 200 лет ну вы поняли что я вас понял ну мне полностью понятна ваша логика я думаю так ну уважаемые дамы и господа на сегодня я думаю это пока что все на сегодняшний на нашем сегодняшнем визите господина яна арта в нашу студию я думаю не раз еще как бы к нам заглянете потому что и друзья имеются и мы благодарим вас за внимание что для вас значит цифры 24 7 12 код от сейфа дата рождения или годовщина свадьбы порядковый номер очередного документа в архиве для нас это время свежих экономических новостей 24 часа в сутки 7 дней в неделю 12 месяцев в году все самое важное на портале финверсия точка ру украина